Приветствую канал Фортуна. У нас на тесте металлоискатель терминатор МК с такой маленькой катушкой 180 в размере и Фишера второй с катушкой 13 на 14. Нет, мы не будем сейчас убивать терминатора и не будем, скажем так, по глубине и не будем уничтожать Фишер, раскладывая там в 5 гвоздей одну монету, то есть показывая, что терминатор лучше. Мы сделаем правильный тест. Сначала по воздуху на 5 копеек, а потом в грунте пройдемся по царям. Я вам покажу плюсы, скажем, есть много минусов. Это при отсутствии монитора в приборах и отсутствии пинпойнтеров, как видите, тоже здесь нет. Но покажу основные плюсы этого прибора. Ну и посмотрим с экранником, как работает. И при том, что я взял катушку большую, вроде как несправедливо, но вы все увидите сами. Итак, Фишер, как видите, максимальная глубина, убрана тока ирон. И 5 копеек. Поехали. 20, 30, 35, 37 где-то прорывается. 37 это крайний сигнал. 37 сантиметров при таких настройках. Поехали с следующим прибором. Так, а теперь терминатор М. Как видите, баланс грунта реальный и средний. Режим диск рима. Чуйка максимум. Итак, смотрим на линейку. 5 копеек. Поехали. 35 четко. 37. Так, 3 нормально, 1 нет. 40 нет. 37 сантиметров. Но думаю, теперь вы поняли, почему я взял катушку, шторм и прибор F2. Потому что глубина по воздуху прибором одинакова. При размерах катушки, ну вы сами видите, что они довольно-таки разные. Фишер F2, шторм. Цель у нас чешуя. Порядка 12-14 сантиметров в грунте. Режим все металлы. Стоит ограничитель. В плитык. Это помехи идут на приборе. Видите, надо убавить чуйку. Не достает. Убираем. Это сигнал не копаемый. Пробуем глубину. Видите, существенно. Берем другой прибор. Итак, режим Almetal. Чуйка максимальная. Пробуем отстроить грунт. Вроде нормально. Проверяем цель. Круто. Средняя проводка. Медленные. Сигнал цепляем. Переключаемся в режим дискрима. Такое я бы уже не копал. Это более как черное. Отставляем в сторону. Проверяем впритык. Вполне копаемый сигнал. Вот вам, скажем, невзирая на то, что по воздуху приборы оба показали одинаковые абсолютно результаты в 37 сантиметра, то в грунте не готов точно сказать, то ли за счет маленькой катушки меньше потерь, то ли самих аналогов, как утверждают все пользователи, что в аналогов меньше потерь, терминатор победил Fischer F2 по глубине. Но, невзирая на это, не забываем, что у Fischer есть VDI число. Это плюс. В терминаторе его нет. У этого Fischer даже регулятор громкости. Но это не касается заводских других моделей. Дальше. У Fischer есть пинпойнтер. В терминаторе его нет. Вот, в принципе, как бы, если в общем взять саму штангу, если мы говорим об этой штанге, вот с этими резиновыми цангами на терминаторе, шата у него намного меньше, чем у Fischer. И надежная более имитация карбона нижней штанги. она будет поярче. Подлокотники. У терминатора металлический не поломается, но и Fischer никогда пластика не ломался. Вот, в принципе, все. Если у вас стоит выбор металлоискателя и нужна глубина, тогда я бы рекомендовал терминатор, но брать с катушкой не 18 см, а катушкой на уровень побольше, порядка 24 хотя бы сантиметра. Всем спасибо за внимание и до следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова